Вот вы сейчас смотрите ролик, называется «Евангельский час. Секта Лавкина». Что вы можете сказать об этом ролике? Смотри на него и прослушать. Я вчера днем-то никого не было. Сидел Смеять это нельзя, но я не могу удержаться от смеха. Сколько времени? Больше сколько здесь? 1 час 11 минут 44 секунды. Вот там выскочил еще один СД. СД. Обязательно фамилия на С, где-то или имя и СД. СД. Везде нападает, и то ли это знамение какое-то. Сатана-дьявол. Мне интересно, что сидят мужики. Он показывал, сидят мужики, действительно. Несколько женщин. Мужики бритые, как будто с улицы кто-то зашел-то. И вот он говорит, этот человек, не хочу даже называть, они за это цепляются тогда, но и показать еще нельзя. У него сильно развита жалоба, в администрацию обращается, там взламывает где-то. Это Сартисон Валентина говорит, где были ролики, он все гонялся. А сейчас весь эфир заполнили, ему не до этого будет. Ну и отзывы о нем тут. Степаненко Максима. Они ничего не делают, так говорят. Миссионерский отдел. Во-первых, миссионерский отдел создать нельзя. Это фальшь. Нигде не в Библии, нигде нету. Нету этого. Подвое, подвое. Вот это все. Это труд Духа Святого. А они понятия этого не имеют. Он говорит, вот сколько там, ну я секта. Почему он заранее сказал секта, из этого вылезть он не может. Почему? Слово секта застряло в зубах. Ну секта, значит, что там секта? Что от слова сечь? Отсекать. Так это они секта-то. Сегодня все понимают, самая большая секта это московская патриархия. Отсеклись от понимания слова Божия. Вообще нету. Годами ходят и не знают. Они не видят, что ушли не тысячи, миллионы уже ушли. Миллионы. А Ян Затаус говорит, по твоей, если, ну где-то, или как там назвать, от причине, отойдет человек, потеряет веру. Тебе всей жизни, о священник, не мирянин. Ну мирянин это неправильно, я сторож и печенник. Вам всей жизни не хватит, чтобы рассчитаться. Не хватит. Он не понимает. Тут сидят больше часа и мусолятся вокруг меня. А то у них Слово Божие. Слово Божие даже не открывает. Люди, которые сидят около него, что-то говорят, я плохо слышу, так и не понял. И вот он на стуле сидит и елозит туда-сюда, ползает, как парализован, он встать не может. Открой Библию хотя бы один раз. Они верят в Слово Божие. Там кто-то другой помогает, там где-то не рядом сидит, тоже СД. Ну, главное, что у него образование есть. Он сам до этого не додумался. Оправдать любое безумие. А если академию кончил, да еще какую-то, тут на цепочку привешивать плямбу себе, вроде кандидат в богословских наук или доктор, он лечить богословия будет. Богослов, Бог для Слов себя сделал. Ну, тут все. И вот он начинает дальше. Просто изгаляется. Изгаляется. Ни Слово Божие не говорит, ни что-то. Игнатий Бричанинов, Матрона, на суде Божьем тебе поможет Матрона, Игнатий Бричанинов. Он об этом не говорит. Дай людям страх Божий. Они понятия никакого не имеют. Если бы он думал, то как он отвечать на суде Божьем будет? Секта. А от чего отсеклись? Ну, конкретно ты покажи. И вот кто-то сказал, что-то сказал. Вот даже заметили, у нас тут была бабушка, она выходила в Московскую Патриархию. Два года была. Ну, вот у вас кто-то пришел. Что дальше? Ну, ничего, заходи через порог. Переходить в Патриархию нельзя. Патриархия – это сегодня открытые ворота. Пульпа грязи шлюпает туда и сюда. Вот разливается соловьем там. Я сколько разговаривал, Ткачева или кто-то, кто. А на службе они не показывают. За столами сидят все. Гляжу, люди туда-сюда, туда-сюда, да 200-300 человек. Сколько зашло непрерывно вот это отброванное движение, как черви у рыбака в банке. Он этого не видит. Полное, абсолютное ослепление. Полное, абсолютное неверие, что Бог будет судить за каждое слово. Кто я такой? От меня ересь какая-то изошла. Ну, я повторяю, 15 лет мои книги исследуют Патриархию. 15 лет. Цензорские отделы. У них тоже цензорский отдел. Ну, хотя бы раз на беседу пригласите. Нет! Как огня бояться? Ну, я простой человек, ничего у меня нет. Это там сектант, теоретик, лжеправославный, лжемиссионер. А у вас без этих приставок, настоящие вы миссионеры, покажите труды свои, кто пришел. Они ничему не верят. То есть обуянная дьявольской злобой. Я их не трогал, за ним не гоняюсь, материалы их не рассматриваю. Ну, раз на меня секта лапкина, но я молчу, значит, а, правильно сказали, меня побуждают к этому. Мне звонят и говорят, а почему вы молчите? Я не вижу, на что отвечать-то. Он ни одного истинного слова-то не говорит. Он закатит глаза невинные, там все глаза куда-то закатывает. Но я не могу ему отвечать. Нет, человек, я гляжу, и пустота передо мною. Он не писание, Библию, он ни одного места не открыл. Если бы он просчитал Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Прямо говорит, Господь, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить на последний день. А раз оно будет судить, я в 1962 году это узнал-то. В этом году-то еще не зачался даже. А хамит и хамит непрерывные. То есть хам с присыпкой. Ну, он-то в сыновья мне годится, если не дальше. Ну, расскажи, пожалуйста, что такое последний день. И какое слово-то будет судить. Ты людям-то разъясни, что жить-то надо не потому, что Матрона сказала или кто-то, да вы сами там написали за нее. Говорит, Матроны были там изречения, сильно против священства, сразу выкинули. Ну, это они шлифуют, умеют делать. Это настоящие стукачи. Настоящие сергианские от Сергия Острогородского. И вот он сидят перед ним там люди, с улицы зашедшие-то. Он ничего не может, непорядка, ничего, оправдывает любое беззаконие. То есть на соборах вселенских было более двух тысяч человек в общей сложности. На поместных соборах. Он всех их опровергает. Это кто? Это притечи Антихриста. Вот Антихрист придет, а это его сатрапы впереди идут. Господь говорит, Деяние апостола, 20 глава, 29 стих. Восстанут лютые волки, нещадящие стадо. То есть он все разбрасывает рогами, копытами, боком выдавливает. Это пророки все предсказали. Из вас самих. А там собраны были только епископы, священники. Там не было. Из вас. И будут говорить превратно. То есть извращенно. А с какой целью? Чтобы увлечь за собою. Я посмотрел, вот, 245 раз в Библии встречается, это не полный такой, я выбрал, кое-какие слова не брал. Слово избрание. Избирание. Избирать. Он как огня боится этого слова. Почему дьявол сидит внутри? Чего бы он боялся-то? Избрание дьявол боится, а не человек. Павел пишет в Каринской церкви, другим пишет о недостатках. И святым избранным он не знает, как Пимен Великий. И спросили, а где ты будешь? Великий. А с предсказкой Великий, как Василий Великий, за 20 столетий считается награда такая, 17 человек такого достоинства. То есть он этой цифры тоже не знает. У него знаний никаких нет. А вот сидит, балаболит языком, и все, почему, недосягаемый. А если мы на суд-то выйдем, ты уже ни на одно слово не ответишь. Ни на одно. Почему надо? Судье надо, чтобы доказать. Если сектант, то это решение выносится где-то, кем-то. Правильно-неправильно. А не так, что вы двое решили, и двое утверждаете сектант. Я никогда не был сектантом, и не мог быть. А он этого не понимает. Ему этой разницы нет. Он понял, что ему дали кормушку, он залез в нее передними и задними, и теперь глаголят. А мужики сидят слушать. Ни одного Евангелия перед кем не открыто, ничего не видно. Полностью, целиком, один час, 11 минут, 44 секунды. Мне посвящены. Так это не одно. Они там то в студии говорят, там еще Самсонов, там Алексей какой-то, и который там руководит, в наушниках тоже это говорит, то же самое, тоже. То есть греха не боятся. В последний день, Господь говорит, слово мое будет судить, а раз слово и будут судить, не Христос говорит, не я, слово. Я знаком, чтобы не попасть-то туда. А он не знает, он крутит и вертит. А то вражина Божия, это притечи дьявола. Почему? Дьявол желает погубить, а ты губишь, не даешь Слово Божие. Любите, Господь говорит, кто любит меня, Евангелие. Евангелие, Слово его. Это еще не знает. Я говорю, меня вынуждает просто сказать это. Жалобщик. Сразу там где-то что-то, убрать ролики, с ним беседовали, хорошее отношение было, я ему книги выслал, он по ним занятия вел, я был обольщен. Ну а где доказательство, что сейчас не обольщен? Там был обольщен, осуждения не было. Оказывается, в нем это было, дух осуждения. Ну осуждение, может быть, и правильно говорил. Сейчас публикует это, исповедь священника. А это потом постепенно постараются люди сделать, чтобы было известно его Ростиславу. Ну и посмотрим, какая там пыль будет-то. Это он хорохорится, думает, залез, своровал ролики, где-то у меня были, нету их роликов, то есть вытащил, взломал или там, говорит, что через администрацию верить-то нельзя, Сергея Анец. Ничего людям не объясняет. Вы отсеклись от апостольской церкви. Вы не знаете ни Писания, ни жития святых. Вот женщина сидит, она у нас была, два года не была. И тут сразу спрашивает Сергею, а ты была у них, десятину платила? Московской патриархии нам зачем спрашивают-то? Не себе деньги. А ты там должна была дать, где десятина, нет торговли. Ты же без торговли дня не проживешь. Дня ни одного не проживешь, потому что вы там колготитесь, все эти свечи вонючие продаете. Ни одной восковой свечки-то нету. Мерзость одна. И все сожжения, все сожжения нету, пол свечки отламывает, мешок переплавляет опять. То есть воры. Главная болезнь церкви это трусость и корысть. Корысть и трусость. Все у вас вмонтировано буквально. А кто это сказал? Красноплевитин. Шесть сроков отбыл. Они это не понимают. Даже умерщий человек. А это какая разница-то? Сергий научил их делать. Он у нас не гонит. Прямо показывает. Гонения? Нет, это выдумка. Весь епископат сидел там. Около двухсот епископов только убили коммунисты. Нет, этого не было. Прихлебало. Бесстрашное. Власти нужны. Они таких выписывали. Это уже третье поколение. И поэтому он бессовестно смотрит. А никто не гонит. Плюет в глаза. Он говорит, божья роса. Ну хоть один раз меня вызовите. Сейчас можно по скайпу. И давайте там. Если вы взяли человека с другого государства через океан, то я рядом здесь. Ни под каким видом. Ну, вопрос задайте мне. Я буду отвечать. Так делает в любом цивилизованном обществе. А это нет. Он только за глаза. Притом раз выступает другой, третий. И клеймит меня со всех сторон. А моего-то у него ничего нету. А почему клеймит? Да потому что Христос пришел в мир. Делающий добро идет к свету. А делающий зло ненавидит свет. Вот они ненавидят свет, который Господь нам дал. А мы показываем. Вот с той Библии свет. И вы сами должны быть светом. Гордом на вершине горы. Кто вас знает, какая вершина горы? Вы в луже, в старами сидите, в кляузах, в торговле непрерывной. Допускаете до причастия самых срамных людей. Торгуете благодатью. Вы до 30 лет рукоположенные. Почти все. Вы недействительные. А так правило. Ну, это тогда правило было. То, что он приплясывает. Клоун. Как Сергей Журавлев. Теперь уже архиепископ. Разницы никакой нет. Это не обновленцы. И вот начинает собирать на меня что-то. Ну, про женщину показывал. Почему дальше-то не показал? Дело в том, что узнали, сколько у нее пенсии. Замечайте, какая работа идет. Она плачет. Ну, что плачет? Будет. Она ходит сейчас. Она радуется. Веселая. Побыла у вас. Увидела ваш этот свинюшник-то. И оттуда ушла. Там ничего нет. Ни слова Божьего не исследуется. Не знает. Она побыла. Она любит Слово Божие. Мы дальше-то. Если бы дальше был ролик-то, он его сразу выключил и не дает. Ну, лукавый. По глазам его посмотреть, какой он лукавый. Крутит глазами-то. И вот, когда узнали, Раиса Николаевна, сколько получала пенсию? Столько-то. Сколько была там? Два года. На каждый месяц десятину прикинули. Ага. 20 тысяч. Не заплатила. Ну, а значит... Слушайте. Дальше. Дальше-то... Он не говорит. Почему? Да потому что... Он не говорит. Это... Почему? Ну, боится всего. К трусусь и корысть. А дальше я беру деньги со своей пенсии, отдаю ей, чтобы она вернулась туда, где была, и заплатила десятину. А раз ты воруешь у Бога, воровка... Ну, воровка, так написано. Считайте. Вторая и третья глава пророка Малахии. Вы обкрадываете меня. Вы воры сами, и людей делаете ворами. Все ходят, подносуют. В каждом богослужении по храму крутитесь. Везде. Но это-то я не придумываю. Вы же знаете, что без торговли-то вам дня не прожить. Никак. Кого вы там отпеваете? Каких уголовников там в разных пещерах-то у себя храните? Ну, надо было монастыри поднимать. Ну, браток. Пахан умер-то. И все показывают. Хородят куртка кожаная на гробу. И вы это не знаете? Пещерская лавра. И не отрицает при том. Кто торговал тысячи тонн алкоголя и табака? Кто? Беспошлино. Кто миллиарды эти наживал? Не я. Почему ты молчишь-то? Боится. А учат боязливых в озере Огненном. Ну, писание-то не знает, поэтому спроса нет. Самое-то удивительное, что, может быть, он и считает себя правым. Только потому, что не знает Писания. И вот я отрицаю монашество. Ну, я здесь скажу, а вы отрицаете. Нет, не отрицаю. Я за монашество. Не в таком виде, а в том виде, которое Христос сказал. Павел сказал, хорошо остаться одному. Чтобы этот монастырь был без всяких обетов. Людей, которые не женились, посвятили себя проповеди Евангелия. Идите по всему миру. И Дух Святой, говорит, найдет на вас. И будете мне свидетелями. То есть, только поэтому. И посты для этого назначены. А не для того, чтобы вы изгалялись и ели там в посты-то вскоромные. У вас из прихожан-то, может, процентов 5 соблюдает посты. А ему разницы никакой нет. У него, ну, нету никакого страха-то, Боже, это. Повторяю, мой телефон известный, на где я нахожусь, знает, фамилия знают. И даже обозвать правильно не могут. Лапковщина. Я не Лапков. А Лапкин. Лапкинщина могла быть. Это он все придумывает где-то. Но будет день, когда придется язык выслать в предсмертных судорогах. И тогда ты увидишь эту толпу демонов, которые вокруг вас вертятся. А как вы это знаете? Андрей Юродивый сказал, хоронят, там ему поют со святыми упокой, а демоны кропят вонючей водой и пеплом. Будьте вы прокляты христиане. Человека повинного всякому греху вы в рай толкаете. Демоны видят это, ужасаются. Иоанн Златоуст говорит, демоны не сравнивают. Демоны неблудливые. То есть превзошли демонов. Со зверями сравнить не могу. Куча навоза стоят ногами, топчут, как кони. Почитайте Златоуста. Почитайте. Он вскрывает это. А посчитайте книгу, которая называется «О нравственности священства» Иеронима Стридонского. Вас же сегодня сажать надо всех сразу, изолировать от народа. Что вы с народом сделали? У него совесть хоть маленько мучилась. А теперь пришел, батюшка освободил его, опять блудит и прочее. Маме пишут, там из Омска, где товарищем зашел один. Вот мы пили, гуляли тут, наконец протрезвились, пошли в храм. Исповедовались и причастились. А теперь вернулись, опять пили, гуляли, пошли, причастились. Вот ведь что? Вы причащаетесь женщин, которые имя, на вторую букву алфавита, которые высветил Степаненко Максим. Вокруг вас, это сто процентов почти такие. Вы ничего не видите. Абортиз нету? Да вот сейчас, если так, так никого не будет. То есть, он ему не прокормится. Ему кормежка нужна. Но написано правило Василия Великого. Второе правило. Десять лет за аборт, за один. По американским нормам, они так, не так, что большим сроком гасится меньше. Как это? Одного убить человека или сто, а все за убийство. У них так. Бывает два срока пожизненных, да еще 700 лет сверху. Даже судить-то, по государственным меркам, вы то не знаете. И вот они на меня наседают. Но мне до того смешно. Вижу, кривляются, сидят, глаза закатывают, не верят ни во что, а люди какие-то вопросы задают. Какие-то все-таки задают. Ну, повторяю. Вызови меня. Вопрос, ответ. Возьмите шахматные часы. Его время говорить и мое на равных, только на равных. Вот он, ты сказал, что я не признаю монашество. Я говорю, я признаю. Дальше доказывать не надо. Почему? Я насчитал жития святых, а вы не насчитали. Я живу монашецкой жизнью, а вы это знать не знаете. В миру монашество называется. Для чего? Чтобы быть свободным, служить для Бога. И монастыри нужны, чтобы допоить, докормить. Скота состарятся, заболеют миссионеры. Температура была бы в стране другая. Вот патриарх Кирилл вернулся с Дальнего Востока. Восток и Север потеряны. Это что? Он ничего не видел, не знает? Потеряны. Он говорит, патриарх, я посылаю монаха туда-то, он говорит, там воздуха не хватает. Я говорю, какой тебе воздух-то? Ты монах, ты отрекся от жизни своей. Это патриарх говорит. И духовное состояние, духовные развалины. И вы туда не поедете. А католики там работают, они трудятся, сектанты там везде. Вы посмотрите, одних названий, сколько разных всех. Это вы их расплодили. От безделья. Вот сидел, стоял и сейчас, голову морочил, людям говорил, а ничего этого нет. Это нету. Ни одного обвинения нету, действительно, надуманное. Я был там баптистом, никогда не был ни одного дня. Ни одного дня. Я получил там Евангелие. Евангелие получил. Ее все-таки понимают, и видно, что по глазам-то крутится, кто бы не разоблачил. Вызовите меня очно. Апостол Павел, стоя перед фестом, и говорит, почитаю себя счастливым, что могу защищаться. Вы меня счастья этого лишаете. Как заочно-то судите, когда его там рядом? Мы же соседи. Томская область, Алтайский край. Когда-то была это одна епархия при царе батюшке. То есть и в этом вопросе-то вы никакие. Никакие. Мать-земля говорит, каких дураков не нарожает, а так и здесь. Ну, могли бы хоть один раз. Хоть для отвода глаз. Хоть одну беседу-то. От вас праха не останется, если я буду отмечать. Вас там на месте, говорится, выгонят. Что ж ты врал-то столько времени? Это в заблуждение вел-то. Где вы это видели у меня? Покажите, где? Даже вот это. Деньги собрать, два года не была, и отнести туда, отдать им, тому священнику. Это каково? А не московская патриархия, ничего не значит. Не значит это. Теперь он видел и знает. Нет. Я сейчас немножко покажу. Я не знаю, будет это видно или не видно. Вот, допустим, у нас сейчас митрополит Сергий Иванников, патриархия, московская патриархия. Он дважды в год приезжает, потеряевку, служит. Вы ретики. Давайте. Мы ретики. Мы сектанты. Мы сектанты. Все, назад тебе хода уже не будет. Сегодня ты будешь извержен. Почему? У нас служит он, повторяет, не раз и не два. Имеет мои книги. И служит, приезжает не один, а секретарь. Он епархий, митрополит. Митрополит. А нашу епархию это разбили на четыре части. Митрополит. Сергий. Так они сейчас на него нападают, стучат рогами, как он говорит. Требуют, чтобы меня отлучить. А за что это отлучать? И вот я сейчас покажу. Мы заходим в мой мир. И в моем мире в самом начале есть даже его сейчас. Вот. Так. Тут можно прочитать или нет, Володя? Оставить. Или увеличить, как-то я не знаю. Да, можно, можно. Можно? Да. А ну, что тут прочитать? Там видно? Да. Вот, прочитает. Вот смотрите. Он пишет. Русская православная церковь, Московский патриархат, Алтайская митрополия. Православная религиозная организация Барнаульской епархии. Епархия. Тут данные, все. И пишет главному редактору русской народной линии Степанову А.Д. Уважаемый Анатолий Дмитриевич. Ну, прочитаюсь, хотя сбиваюсь. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью. вот это. Он говорит, он наш здесь местный. Состоит, он говорит, не состоит. Кто лжет-то? Ну, ни разу со мной не встречался. А этот встречается, прищищает меня. Прищищает. И без поцелуя не подойдешь к ним. Он меня обнимает, целует, а то он все лицемерно делает. Это они его обвиняют. Это хулители, богохульники. И уезжая, прощается, еще поцелует, еще благословение посылает. Дальше. Через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный, православный христианин. Не католик я, нет. Не сектант. Не с сатаною, как вы, лжецы с сатаною. Он говорит, митрополит, ваш патриарший. Поверьте, нет, а почему? Они не могут. Он сбекренил сатана мозги. Ну, смотрите, отвечает патриарший. Дальше. Проповедник и исповедник. Я исповедник. У вас исповедник, это не одного нету на всю епархию. Что проповедник, исповедник нету. Я скажу, и вряд ли еще есть вообще во всей Российской Федерации. Исповедник. Сколько людей там пришло к Богу. И главное, всех направляем в московскую патриархату. Он сразу придумал. А это, говорит, для того, чтобы изнутри разрушать. Но это дьявол, говорит, только облеченный в рясу. Всякая ложь от сатаны. Он дьявол, отец лжи. Евангелие от Яна 8,44. А есть всякая лжи, отец лжи. Так-то вы его дети тут, и понятно, если ложью только... И притом, никто вам верить-то не будет. Бесконечно ложь не может. У нее, говорит, уже короткие ноги. Дальше. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Не установлено. Ни догматических никаких. А вы ни разу не встречались. Он с секретарем приезжает, священник, и диакон, торжественная служба, и все снимается, и выставляется. Еще что патриарх говорит, еще я потом скажу. Патриархия, когда мы патриарха приглашали, какие благодарности. От вашего Ростислава у нас грамота, вашего Ростислава батюшки, что там сгорел храм у фаста Михаила, и отсюда мы собирали деньги-то. Да это не лжецы, а просто бессиняты какие-то. Это награду, когда будут поносить вас, я понимаю, они награду возвышают. Я вчера не мог бы без смеха смотреть на них. Кривляются, и люди сидят слушают. Сказали батюшка, давай с ним свяжемся. Мы хотим сами узнать. Дальше. По церковным судам не состоит. Я не состою. Нет, и не состоял. В чем дело? Они могут. Свет ослепляет их. И не только свет Христов, а именно дела. Вы нашу общину видите? Как одеты. Какая стройность. Василий Великий говорит, прекратит служение, пока не найдешь порядок. Вы права не имеете даже служить. Рукоположенные преждевременно, написано, да будет извержен. Вы изверженные все. Извержение. А уж откуда вы извержение? Дальше. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря или иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений. Пожилой, что требует уважительного отношения к нему. Кто подписал? С уважением. Сергий, митрополит Барнаульский, Алтайский, глава Алтайской митрополии. Ну вот тут число написано, номер 107. Какого числа? 12 мая? 2016 года. Ну прям свежая, когда на меня гонение было. И вот я сейчас опубликовал, как-то подействует? Да никак. Дети, дьяволы этого не могут понять. А почему? Потому что во лжи живут. Ну ладно. Вот мы взяли один документ. Один документ. Но я могу показать второй документ. Ну-ка посмотри, с какой печатью. Вы ни один не имеете такой бумаги, даже в России такой нет. Ну дальше написано, вверху написано по-английски, внизу написано кому? Игнатию Тихоновичу, Кирео Пасха, то есть Пасха была с благовещением в один день. Так, еще? Не видно? Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность. На всестороннюю миссионерскую деятельность. И что? Проповеди Слова Божия, защиту и укрепление веры в Россию, Русской Православной Церкви. Я с ним пил, ел и вместе молились, неоднократно. Кто это? Метрополит Виталий. Еще? Метрополит Виталий, первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви, архиепископ Нью-Йоркский и Восточноамериканский и архиепископ Монреальский и Канадский. Ну, видишь, сколько у него званий. Радом печать стоит. Но это документ. Это не надо думать, что вот я стою с ним. А вот это Иларион, митрополит Виталий, тогда архиепископ Иларион. Вот я посередке стою в Нью-Йорке. Вы можете показать такую фотографию? Нет. Я когда выступал где-то там в других городах, в Сакраменто, митрополит Виталий ездил. И прямо я стою там высоко в кафедрах, где он быстро зашел, взял на микрофон. Вот, наконец-то, вы поняли? Человек уже понял это. Я говорил об этом сколько не слушаетесь. Даже обо всем. Я скажу, что у меня были очень и очень хорошие отношения. Я могу показать книги, лично им подаренные с большими подписями, с правилами. Вот я даже покажу одну книгу сейчас. Это немножко только отделюсь. Такую книгу с такими подписями, я не знаю, кто может показать. Как ее сделать? Выше, ниже? Темновато. Надо на свет. Иначе, надо встать потом. Вот так. Вот так можно? Ну, она отсвечивает. Отсвечивает? Ну, а как я не знаю. Чуть-чуть на меня наклонить его. Вот так. Вот, все. Смотрите внимательно. А эти-то, которые болтают, они ничего этого не имеют. Дальше я открываю. Первая страница. Видно? Видно. Печать. Специально печать поставили. Дальше. Считай надпись. Слух. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатию Тихоновичу Лапкину даруется книга правил Сия. Сия. Ради его миссионерским всесторонним трудам. Вот. Миссионерские, всесторонние. А этот ничего нету. Значит, только обман один видит. Какое же надо иметь ослепление злобой? Вот я их когда слышу, вспоминая Исидора Пелосиот, вот он говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. И вот и люди в конечной стадии озлобления вокруг меня и пляшут. Дьяволов в водевиле устроили. Дальше. На проповедь куда? В славу Божию и на управление и защиту прав... Укрепление. Управление. А такая буква. А, укрепление. Укрепление и защиту... Православной веры в Российской Православной Церкви. То есть, мне в 91-м году он прислал, а в 92-м я уже был там. Свои материалы от Кристины Православия. Почитайте книгу. Вам там 100% приговор. Ну и дальше тут все его звания. И дальше канон, книга, правила, изданные где... Ну и сейчас покажу маленько. Все каноны и все правила, которые требуют... в каком году, какой собор был. Вот это вот немножко даже покажи. Вот это Вселенские правила. Это на русском языке. Вот оглавление. Но тут еще что. Я сейчас покажу. Она книга вот такой толщины. Сейчас. Вот это оглавление. Вот это... Оглавление большое очень. Оглавление. Это все оглавление. Я так и не понял, сколько страниц. Ага. Вон она где. Вот она где. Страниц. Сколько здесь? Видно нет? Может вверху. Видно, нет? Плохо видно. Плохо, да? Чуть вертикальнее надо. Сколько? 366. Ну вот какая книга показать? Дарственная. Это не просто так, а Дарственная. От Митрополита. Ну, а у вас? У них еще нету. Вот я даже порядку буду показывать где-то. Это я стою за капитрой. Краевое управление, кажется, собрали там силовые структуры. Я выступаю. Везде приглашаюсь со властью. 20 с лишним лет веду занятия, выступления во всех пяти отделах милиции. В городском отделе милиции и краевом. Но они могли узнать прокуратура в КГБ. Дальше. Одновременно в пяти университетах и институтах. В нескольких техникумах. В 13 школах. Во всех воинских частях регулярно ведут три радиопрограммы. Каждый день, каждую неделю три выступления. В воскресенье онлайн. Просто часовая программа. В телевидении. И это краевой масштаб. Барнаул. И никто бы не узнал, что я еретик. Ну, понимать, что в Ригарь да отплевывайся хотя бы. А рассчитано на то, что никто ничего не знает. Вот у нас прищищается. А там Дулеевич сказал, недействительно. Ну, то есть, вот такие же, как их называют щенками. Степаненко Максим. Вот видите, прищищается. Аня в это не верит. Вот дальше. Ну, и теперь какие у нас там правила. Сейчас я покажу здесь. Вот я иду арестованный. Это цветы летят. Это июль 86-го года. Ну, можете показать такую? А сколько там людей пришло к Господу? А вот вы богохульники! Куда их направляли? Никуда. в Московской Патриархии. А чтобы разрушать ее? Даже придурками нельзя назвать. Ну, а есть какие-то доказательства, что люди от нас пришедшие разрушали? Конечно же нет. Что, Геннадий Фас что-то разрушает? Ну, возьмите. Ну, рядом там город Тайшет. Еще одного на заубой сказать-то вы заплюете его. Город Тайшет Иркутской области. Василий Толстенко. Василий Федорович. Не просто так, а офицер КГБ обратился. И он там служит. Посмотри, какой у него порядок. Мы его во сне этого не видели. А вот это книги, которые Бог позволил мне написать. За 9 лет. За 9 лет. Сам с 7-го тома форматировал. Сам тут и в фотошопе пришлось работать. Хотя я еще не понимаю. Ну, и писать. Написано за 9 лет. за 9 лет. 38 томов и 7 томов в интернетной версии. Это каждая книга 752 страницы. А 4 это мои стихи. 3467 стихов по 9 четырех срочных куплетов. 4 тома по 800 страниц. Это все в 9 лет. А это я на площади готовился бунт большой в Барнауле. громить коммунистов. Это примерно 91-й год. И увидели я прохожу мимо. Ко мне подскочили. Я думал что случилось головой кручу. Милиционеры с двух сторон не разговаривали. Толпа заплывала. Площадь все заполнилась пред краевой администрацией за ней. Дом 200 спортов. Спорта там были. И сюда. Я сказал слово. В руках у меня Новый Завет. И все утихло. А они знали кого тащить. Ну это мы сейчас просчитали. А это вот я здесь на люди приняли крещение. скамейке стою говорю к новокрещаемым. Вот это на крещении было. Где батюшка стоит. люди одеты. У них ничего этого нет. Вот только крещение приняла душа. Хакасска. Хакасска. Тут кого только нету. До японца дойдешь. Посмотрите какая красота. Как одеты люди готовятся. От трех до пяти лет у нас подготовка идет. У вас пять минут то нету. Полных академических часов. Занятия. Так учитывая что мы около тридцати тысяч домов посетили только в окрестности. Тысяч раздали Евангелие заходя в каждый дом. Всех до одного направляли в храм Московской Патриархии. Да если бы все против были у вас бы духу там не было. Ну а все остальное то куда деть? Вот оно где. Пожалуйста. Это мы как встречаем. Это приветствует. Чего людей-то лишили? Вы же ничего этого показать не можете. Ну а теперь дальше покажу сейчас немножко. Мне бы хотелось им сказать, но они-то не верующие. это для других. Вот у Федора Михайловича Достоевского Братья Карамазов написано и там есть глава Великий Инквизитор. И вот я никогда не думал, что это можно экранизировать. Михаил Ульянов экранизирует. Я покажу его даже как вот. И вот теперь дьявол говорит, дьявол, ну то есть антихрист. Он на Христа говорит, зачем ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. то есть Христос тут не нужен. Вот среди этих таких служителей. Зачем пришел раньше времени? Никак. Так. Но знаешь ли, что будет завтра? То есть тебя мы опять распнем и сожжем на огне. Ну я показываю, я могу им переслать. Я не знаю как, если попросят, зайдут. Это длинное, сколько оно здесь? 33 страницы. Это все вот это, как разговоры идет. А теперь говорит, кто накормит, а накормим лишь мы во имя твое и со лжом, что во имя твое. То есть это вот сегодня в патриархии такие священники. Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих, которые канону соблюдают, и сильных, а остальные миллионы многочисленные, как песок морской слабых, но любящих тебя, которые приходят в храмы патриархии, должны лишь послужить материалом для великих и сильных. Нет, нам дорогие и слабые. Вот как раз они и говорят, да что это за каноны, их никто не выдержит. Они порочные бунтовщики, эти люди ваши прихожане, но под конец и они-то станут послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, ну как же, вы стоите святые, пресвятые, святейшие, так, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое, мы их обманем опять, ибо тебя мы уже не пустим к себе, то есть Христа, в обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Это прямо про вас написано, патриарших вот таких служителей-то. Ну и дальше здесь он как говорят, как что будет, он все по порядку говорит, так, чудо, тайный авторитет, что самое главное, когда подошел сатана. А если тайна, то и мы вправе будем проповедовать тайну и учить их. Что? А дальше и говорит, правы мы были, уча и делая так. Скажи, неужели мы не любили человечество, столь смиренно сознав его бессилие, этих прихожан, с любовью облегчив его ношу и не разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения. Даже прямо про вас говорит он. Вы же разрешили все, и каноны, все попрали. Вы безбожники, слуги, точни, служители лжи. К чему же теперь пришел нам мешать? То есть Христос не нужен. Вот почему вы на меня и нападаете. А зачем вам? Это вам никак не подходит. Так не наступи на того. Так, возьми его, посади туда. голубенка тут. Подкрыли и туда в левый угол сейчас он в коровку посадит. Сюда? Да, да, да. Смотри, чтобы его не ударил, который отец там в темноте-то. Посади. В левый угол, в левый, в левый. Вот так, отпускаем. Ну, а палю выпустим. И далее. Ну, теперь он допрасывает и говорит, может быть, ты именно хочешь услышать из уст моих, слушай же, мы не с тобою, то есть не со Христом, а с ним, то есть отслушители темной силы. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним, с лукавым. Уже восемь веков, ровно восемь веков назад мы как бы взяли от него то, что ты с негодованием отверг. Тот последний дар, который он предлагал тебе, то есть дух мудрости, то есть дьявол. Вот так. Вот прочитайте, великий инквизитор. Великий инквизитор, что разрешим им грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. А что это такое? А это вот патриаршее священство. Каноны не нужны, это не надо, это фарисейство, он изгаляется над этим. Но представь, что ты вот сейчас кривляка этот на Северенском соборе, на первом, на втором, тебя бы не выпустили. Не выпустили. Свой Константин взгноил бы тебя там, император. Что? Мы скажем, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Ну, каноны не нужны. Позволим же им грешить, потому что их любим. Наказание же за эти грехи так и быть возьмем на себя. Мы же молимся, просим. До буковки все относится к священству патриархийному. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи перед Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с женами, прелюбодейками, любовницами. Это на Б, которое Максим опубликовал, с женами, любовницами. Все оправдают. Гражданская жена иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию. И они будут нам покоряться с весельем и радостью. Это вот состояние паствы. Тихо умрут они, вы их отпоете, тихо угаснут во имя твое, и за гробом обрящают лишь смерть. Вот за столом, который у вас там сидят-то, и за гробом обрящают лишь смерть. Это самое гениальное мировое произведение Федора Михайловича Достоевского из братьев Карамазовых-то. Так, но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесной и вечной. Ибо если бы было, что на том свете, то уж, конечно, не таких, как они. Говорят и пророчества, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранными во слово избранные, вот я посчитал сегодня 245 раз, они как огня боятся. Это какая-то демоническая сила. Грешный, супергрешный, это никого не привлекает. Много званых, званых, а мало избранных. То есть Павел говорит, все церкви избранные, а сказать, что ты избранный, уверовал, это нельзя. Это никак нельзя. И они, ну, показывают, что совершенные, безбожники, не имеющие страха Божия, ни грамма. Придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, и как раз на меня говорят, это гордость, прелесть, смирение. Смирение перед кем? Перед вами? Гордость. И будут упрекать в гордости, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы, патриархийно, спасли всех, открыли двери. Все. Чаще исповедуйся, чаще прищищайся. А мы грешим. Чаще исповедуйся, чаще прищищайся. Мы грехи ваши возьмем. Дальше. Говорят, что опозорено будет блудец, и сидящий на звере, и держащий в руках своих тайну. Что он сбунтуется, и далее все это поясняет. Я уже в конце показываю, прокручиваю. Вы сами это посмотрите. Вот так. И при том, обманывать их будет всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут. Это про кого говорится-то? Насмешники. Сидели так. Это непременно есть, да и должно быть. Мне мерещится, что даже у масона без что-нибудь вроде этой же тайны. Даже у масона. Ну, вообще. И теперь вот, ну, ладно, я это закрою. Сейчас открою еще один. И говорят, святые разные, как говорят. Внимательно направь. Смотри, чтобы она не вышибла. В сенке можешь ее вытянуть. Кошку. Заключаю. Просчитай у нее и горло у меня уже. Может, направь, да? Просчитай. Тут немного одна страница. Заключаю, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. А, наконец, и совсем кончится. А останется только имя христианское. А духа христианского не будет. Не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник, 1863 год. Ну и что? И что, говорит, одно-два поколения, прошло пять поколений. Здесь или это лжепророк, Феофан, или это другое православие, о котором он здесь не говорит. Но нам легче согласиться, что он не лжепророк и правильно говорит. А почему? А вот такие вот. И главное, видение какое. Пишут, видение какое. Народ идут, впереди с хоруглами, священство, епископат идет, патриарх. И говорит, а что дальше? Вдруг остановились. Монашка говорит, я вышла, там схима на хинято. А гляжу, они ризы все, говорит, подняли, и на дороге, прямо на дороге испражняются. И видение какое показано. Дальше. Мне. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будет великие бедствия. Православная вера будет попрана. Попрана. Попы истопщут, истопщут. Архиереи, церкви божьи и другие духовные лица отступят от чистоты православия. А мы ее чистоту показываем и воплотили в жизнь. И поэтому они лопаются от злости, чтобы нас не было. Злоба такая, чтобы они сегодня нас сжевали и выплюнули. И зато Господь тяжко их накажет. То есть вы будете наказаны. И что интересно, вот на меня нападали, которые, сколько раз говорю, и ни одного нету, ни одного нету. И все умерли моложе меня, священники, а там им все было открыто. Только жизни Бог уже не дал. Я у Бога Серафим три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царства Небесного, а их бы помиловал. Вот такое, что лучше меня из книги жизни вычеркни, человек не знает о чем молится. Это Моисей говорил, 32 глава, 32 стиха исхода и Серафим Саровский. Два человека только так говорили за всю мировую историю. Но Апостол Павел еще? Павел, Павел. Но Господь ответил, не помилуй их, ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Сердце их далеко отстоит, иначе бы они меня не трогали, потому что я говорю по Писанию и все извращают.